Мандэй Фарш Во-первых, мы завершили Наш опрос И, к сожалению, к моему Я самый непопулярный ведущий А самый популярный ведущий Олег Он закрепил свое лидерство За него проголосовало аж целых 10 человек И самое ужасное Ну не то, что ужасное Но самое непонятное То, что все просят сделать иконы с Олегом Но мы уважаем чувства верующих Поэтому мы сделаем иконки Да, но на самом деле мы хотели Безумным образом поблагодарить Всех тех, кто нашел время Перейти по ссылке И ответить на некоторое количество вопросов Мы очень водошлины вашей поддержкой Вашим участием И мы, как водится, вас очень любим Такое безумным образом Вот так, как Боря только что сделал А на самом деле это подтверждает Скажем так, мы получили Самый, наверное, необычный отзыв О нашей работе Олег у нашего комментатора и слушателя Ассоциируется с мальчиком В кепочке с вертушкой сверху Это, я так понимаю, Олег ассоциируется С таким хилбилли дурачком С дебилом Боря некий бизнес взяли зануда Собственно, вы только что услышали Что в его устах безумство Это просто поблагодарить людей Да Я параллельно посчитал доллары Я очкастый умник А Максим среднестатистический человек Чтобы это не значило Я так понимаю, что Максим представляет В нашем подкасте Скажем так, мнение обывателей Надо заметить, что в сознании Как бы нашего слушателя Среднестатистический человек Скажем так, достаточно юморной Правильно? Какой еще он для нас, Максим? Говорит стишками-порошками Да Начитанный Образованный Ну то есть абсолютно Среднестатистический россиянин Но, слушайте, на самом деле Я так понимаю, что наш подкаст Это прекрасный социальный срез общества Где 25% это среднестатистические люди 25% это ботаники 25% это бизнесмены И 25% дурочки И при этом большая часть людей На дурачков пытается молиться Мне кажется, мой типаж Недопредставлен в нашем подкасте тогда Если мы хотим уже С срезом общества мерить То точно нужно мне еще парочку Друзей позвать Подтверждая мою занудность Я хочу отметить, что Очень интересно, что у нас Среднестатистический человек Представляет только 25% населения Учитывая, что сегодня Макса с нами нету Мы вообще не хотели записывать этот выпуск Но есть одно очень важное дело Которое мы не могли пропустить У нашей слушательницы сегодня 1 июня, день рождения Поэтому мы поздравляем ее Мы желаем ей счастливого 20-летия Поэтому мы поздравляем ее С днем защиты детей Счастья, здоровья Чего там еще желают В таких среднестатистических, скажем так Жальственная имя от Максима А то бы он среднестатистически смог ее поздравить Учитывая, что наша слушательница Осталась анонимной Пожелала остаться анонимной То мы называем ее анонимка Анонимка с днем рождения Производитель шаманских бубнов Из Наренмара Начал экспортировать свою продукцию За границу Это на самом деле не такая уж необычная новость У нее, скорее всего, есть два забавных развития событий Во-первых, зачем шаманские бубны нужны на Западе А во-вторых, не из-за этого ли сорвался референдум В объединении округа с Архангельской областью О котором мы говорили в прошлом выпуске Не из-за этого ли закончились все бубны в России? Мне кажется, что просто он решил выйти не только на международный рынок Но и на лидирующие позиции В списке регионов, которые больше всего ВВП производят И поэтому теперь Архангельская область хочет объединиться с Ненецким автономным округом сама Но уже все От Ненецкого автономного округа он хочет купить Архангельскую область Скорее всего, после того, как он продал свои два бубна на Этси Четыре бубна на Этси Он как раз в четыре раза увеличил ВВП Ненецкого автономного округа Архангельской области не хватает денег, чтобы заметчить эту ставку Да, на самом деле, что произошло? Предприниматель Валерий Гудырев, наверное, или Гудырев Я уже боюсь произносить имена, фамилии и географические названия в этом подкасте Потому что высок риск того, что мы ошибемся с ударением Боря, а раз уж ты заговорил об этом, может быть, ты еще и извинишься? Подожди, рано-рано, у него целый блок для этого мы подготовили Валерий продавал на Этси Этси — это такая международная площадка, как Амазон, только для тех, кто что-то делает своими руками И он продавал на Этси уже 10 лет бубны, шкуры местных оленеводов, ну и всякую другую продукцию Подожди, он на Этси уже 10 лет продавал? Подожди, только я можно ремарку? Он не шкуры оленеводов, а шкуры оленей? Не, на самом деле я ошибся Спасибо, Олег, что ты меня обратил, мое внимание Он уже 10 лет этим занимается, но на Этси он вышел только в начале 2020 года Он 10 лет этим занимается, но только недавно завел аккаунт на OnlyFans Вот, и он вышел на Этси и как бы тема пошла Сразу пошли заказы из Норвегии, Италии, США, но грянул коронавирус и возникли проблемы Поднимаем матушку Россию с колен, у нас экспорт теперь переориентируется на товары народного промысла Я тебе больше скажу, российский экспортный центр, ну вообще предприниматель Валерий говорит, что им очень помог российский экспортный центр, между прочим, потому что были трудности с логистикой Зарегистрироваться на Этсе То есть, как бы, они не могли экспортировать во время закрытия границ, пришли в российский экспортный центр и они им, как бы, через пару дней помогли отправить бубны в США Слушайте, а я правильно понимаю, что вот тогда, когда, помните, мы военный самолет отправили в Штаты, это мы перевозили бубны? Как вы думаете, зачем в Америке столько бубнов? Я уверен, что это игровая индустрия, люди играют в доту и постоянно видят в чате, типа, дай ему в бубен, и они решили почувствовать себя русскими Российский экспортный центр использует все наши конкурентные преимущества, потому что он, более того, что он помог на Этсе зарегистрироваться, он помог подключить почту России, сформировать пакет коробочной поддержки компании И сформировать коммерческое предложение, создать YouTube-канал, профиль в Инстаграме разместить и также будет еще помогать на eBay торговать Блин, слушайте, а может быть нам тоже обратиться в экспортный центр, чтобы наш подкаст продавали за рубежом? Ну ладно, если добавить градус серьезности в эту новость, то у меня возникает вопрос, но это звучит не очень масштабно Почему российский экспортный центр занимается продвижением какого-то индивидуального предпринимателя, который продал типа 4 бубна? Ну почему 4? Откуда ты взял цифру 4? Костя сказал Ну он пошутил Сколько должно быть бубнов продано, чтобы ты почувствовал, что это весомый вклад в ВВП? Я думаю, российский экспортный центр должен все-таки с кем-то чуть более масштабными проектами сотрудничать, ассоциироваться и помогать им Ну то есть, когда ты продаешь ежегодно, там, не знаю, на экспорт 50 миллионов долларов, тебе РЭЦ, может быть, должен помочь довести эту цифру, да, не знаю, 150 миллионов А если ты продаешь ноль и ты хочешь довести до 150 миллионов, с чего-то же надо начать Своими силами Ну это примерно как если я буду звонить Игорю Ивановичу Сечину в Роснефть, каждый раз, когда у меня машина, бензин заканчивается, говорить Игорь Иванович, можете, пожалуйста, организовать мне тут с бензином помочь, а то я что-то заглохну уже Я тут стою на BP, который при съезде с ТТК на вернатку, помоги, пожалуйста, организовать тут литров 15 Ну типа того Олег, слушай, ну если твои бубны никто не покупает, не надо так расстраиваться В прошлый раз мы запустили новую занятную рубрику, но оказывается, как обычно, мы неправильно произнесли название города, в честь которого эта рубрика родилась Боря, извиняйся Мы очень сильно извиняемся, в прошлом выпуске мы неправильно поставили ударение в названии города Ревда Поэтому теперь мы конкурс переименовываем в Ревда, никогда не приходит одна А еще нам одна из слушательниц сказала, что в городе Ревда прекрасные красивые рассветы То есть Ревде рассветы красивые, как нигде А я подумал, что здесь будет песня Все для Ревды, рассветы и туманы Все для Ревды, моря и океаны Да, ну в общем, в чем смысл и суть этой рубрики? Мы обсуждаем новость и дальше пытаемся придумать к ней прикольные каламбурные заголовки А все потому, что газета Ревдинский рабочий строится и базируется на этом Всегда первая полоса, это либо зашифрованная песня, либо какие-то каламбурные интересные смешные заголовки Вот, например, в последнем выпуске на главной Ревдинского рабочего можно прочитать Ну, на главной, на первой полосе, как это говорят в оффлайн-мире Можно прочитать следующий посыл Вам звонок, под вас копают и в армейку забирают Я еще подумал, что вот к этой, к Ревда никогда не приходит одна Я подумал, что можно переделать еще известную песню, что ты из Ревды, я скажу тебе «ды» О да, Ревда Итак, давайте я озвучу новость, в которой мы сегодня будем придумывать смешные заголовки На основе компьютеров Эльбрус планируется выпускать многоместные рабочие станции под брендом «Горыныч» Стоимостью 290 тысяч рублей Их планируется предлагать школам, вузам, а также объектам критической инфраструктуры, что бы это ни было Производитель Эльбрус — это российский Intel, как я понимаю, это производитель микропроцессоров Поэтому в компьютерах вместо Core i7 и Core 2.2 и все остальное стоят процессоры Эльбрус И на процессоре Эльбрус запущена какая-то операционная система Ну, на самом деле, не какая-то, а операционная система Alt Что бы это опять ни было Я предполагаю, что операционная система Alt, программное освещение Control и плагин Delete Производить станции будет бывший поставщик военно-телекома Минобороны Информационная внедренческая компания Мне кажется, такая была в Крыму Ну, и, как обычно, проект делает отечественный компьютер более доступным Правда, эксперты уверены, что зарубежные аналоги будут дешевле Некая компания под названием «Базальт» собрала на базе Эльбрус, соответственно, рабочую станцию «Горыныч» Переводя с журналистского на русский Это такой большой системный блок, которого можно одновременно подключить к блоку Можно на расстоянии до 10 метров подключить Шесть мониторов к клавиатуре мышей Вот как это работает Дальше сигнал начинает теряться, даже если ты по проводу подключил И все вот это называется «Горыныч» Я очень понимаю, почему «Горыныч» Ну, потому что у Горыныча шесть голов, видимо Вообще у него было три головы, по-моему У тебя будет три пользователя, у каждого из которых просто два монитора Потому что кто сейчас всерьез работает с одним монитором? Ну, либо на одного просто этот человек занимается продажей акций У него просто шесть мониторов Один человек, который на самом деле стрекоза И у него шесть глаз Либо это один человек, у него просто шесть рабочих мест И он, знаешь, как мертвые души То есть типа, что у нас на самом деле в учреждении работает шесть человек А на самом деле один И он просто бегает между мониторами и кликает на мышку Да, он на самом деле на удаленке Поэтому ему приходится симулировать работу отдела из шести человек Знаете, у него стоят шесть компьютеров в ряд И он просто приклеил трубочки к руке Что он когда двигает одну мышку Одновременно все остальные двигаются Мне на самом деле вот эта вся новость напомнила сказку На земле есть базальт В базальте Эльбрус На Эльбрусе Горыныч На Горыныче Паскаль А в Паскале запрограммирована смерть Кащеева Меня, конечно, забавляет нейминг Которым пользуются все структуры, которые есть в России То есть Горыныч это же какой-то сказочный персонаж Который злодей Он же представляет злодея Почему мы не можем назвать, не знаю, там, Аленушка, например Рабочая станция Аленушка? Да, многоместная рабочая станция Ладно, плохой вариант Но вы поняли, в ком я двигаюсь, скажем так, в направлении мысли А зачем сказочные? Почему нельзя придумать, не знаю, компьютер? Боря настолько зануда, что он придумал для компьютера название компьютер Многоместная рабочая станция Как Олег сказал, можно назвать ее стрекоза Как раз в этом есть очень много смысла Вот шесть глаз, шесть мониторов Красиво, правда? Либо, например, раз многоместная рабочая станция Назвать ее Теремок или Репка Потому что там тоже было достаточно много пользователей Которые пытались заставить работать одну систему Слушайте, я плохо с неймиком, как вы уже могли догадаться Поэтому я боюсь, я бы смог придумать Типа только что-то Типа Эльбруса Ну слушай, назвать компьютер Когда ты работаешь в компании Эльбрус Назвать компьютер Эльбрусом Это все равно лучше, чем назвать его Горынычем Но подождите, Горыныч это не компьютер Горыныч это станция непосредственно Это сам, как это, это ПАК Программно-аппаратный комплекс Синий изолентой просто обклеили Три компьютера Ладно, мы, мне кажется, обсудили эту новость уже вдоль и поперек Давайте поупражняемся в юморе Секрет нового суперкомпьютера Эльбрус У меня была такая мысль, что мы очень долго ждали Когда же мы выпустим конкурентный суперкомпьютер И когда у ведущих инженеров спросили об этом Они ответили Ну, когда змей на горе свистнет Олег? Я вот об этом рассуждал, что это все-таки конкурент Каким-то крупным производительным компьютерам Например, того же Эппла, да, или Майкрософта Поэтому я назвал бы это Горыныч не догнал Эппл Ну вот на злобу дня, например, могу назвать Маска запустила ракету в космос Мы запустили компьютеростроение Еще есть варианты? Так как Горыныч змей То новый компьютер надо было назвать Серпентиум Это прям топ сейчас Ну, у меня немного тупо Многоместная рабочая субстанция Как вам вариант? Ну вот есть змей-искуситель А есть змей-запуститель Ученые пересмотрели наркоз и сделали эль-брусок Ну вот есть компьютерная техника А есть компьютерная гадинка Ну это уже прям такой класс пятый, мне кажется Но неплохо Все, у меня больше нету Но у меня есть еще вариант Горе тех и горе этих Горыныч стал компьютером Горе тех Это как будто как финтех Это как мембрана в куртке Есть гортекс Мы можем про Путина Или не будем Нет, почему давайте Это довольно странная новость С точки зрения того, что это просто кликбейт Поэтому То есть на самом деле Настолько ничего не происходит Что все написали про Как Путин и бросил ручку Да, вообще ничего не происходит В мире тишина У него было совещание с Ну я не помню точно с кем Ну с каким-то министерством И во время этого совещания Он бросил ручку Я посмотрел на самом деле видео инцидента И спешу вам сообщить Что я не понимаю, как из этого Может было высосать эту новость Он положил ее Я согласен Когда я первый раз читал эту новость Я подумал, что Ну наверное он Не знаю, там кинул Условно говоря На пол куда-нибудь Или Или кинул на длинный стол Что она там покатилась Когда я увидел дальше Что эта новость Ну не в каком-то там Одном маленьком издании Заметка А каждое издание Дало новость С каким-то похожим заголовком Я реально подумал, что Он кинул эту ручку Как, не знаю Ниндзя кидают сюрикены Что она пролетела Через видеосвязь Пролетела через видеосвязь Сбила Там, не знаю Поцарапала щеку Какому-нибудь чиновнику И в дартс В яблочко попало После этого И там осталось Но нет Главный вопрос Которым задаются все Анонимные телеграм-каналы Что это значит для Apple? Акции какой группы Пошли вверх? Какая башня Кремля Выигрывает В этой борьбе Ну смотрите Я думаю здесь Тонкий намек на что? Ручка Ручкой пишут школьники Правильно? Это намек на то Что группа Школова Отброшена Надеюсь, что Путин Сначала поднял ручку Перед тем, как ее бросить Я думаю, что Он показывает Что он отказывается От ручного управления Россией И теперь Заработают Все институты Общественно-политические А возможно Он решил перейти С ручек на перья Потому что Про перья известно Что написано пером То не вырубишь топором А вот про ручку Нет такого знания И понимания Поэтому он решил На проверенный метод перейти Он закладывает Эти смыслы Перед Голосованием По конституции Что новую конституцию Написали Пером Отлично Переходим к рубрике Три тупых друга Три тупых слова Только в этот раз Она будет многогранична Потому что Максима нету Нам нужно В чем суть этой рубрики Я называю Три ключевых слова И ребятам нужно угадать Что в статье Которую я загадал Кузбасс Нож Краб Я знаю Давай, Олег Кузбассу Всадил нож в спину Краб Такое ощущение Будто я смотрю Какой-то японский фильм Где знаешь Кузбасс Это огромная годзилла И она борется С космическим крабом Который пролетел Только Кузбасс отвернулся Краб ему Оп Ножик в спину Кузбасские крабы Расчехлили ножи Это банда какая-то Да, известная Ну, как бы, да Банда в Кузбассе Кузбасс Оригинальное Объединение бойцов Спонсор нашей Как бы Рубрики Грамотность Ну, как бы Какие бойцы Такое название Ладно, на самом деле Не, подожди У меня еще есть Пару вариантов В Кузбассе Разрешили использовать Ножи для разделки краба Потому что На всей территории страны Это запрещено Ну да, потому что Тебе нужны специальные вилки Для разделки крабов А в Кузбассе Разрешили Приняли поправки В Кодекс этикета О том, что можно И ножами Специальными резать крабов Ну да По всей стране Это не регламентировано А в Кузбассе Решили людей Простимулировать Больше потреблять Краб Знаменитый кодекс Этикета Кузбасса Как? То есть просто В Кузбассе Стимулирует Наверное Потребление краба И люди раньше Не понимали Ну, а как я буду Краб разделывать Вот Куплю я А даже съесть не смогу И оп Поправочки Новости кризиса Можете использовать ножи Просто краба Краба так много А что вы хотите Когда в стране Принимают законопроекты О том, что можно Собирать валежник А здесь Можно разделывать Краба ножом Ну, на самом деле Мы пошутили Довольно забавно Но Суть новости Чуть Сложнее, наверное Чем мы могли себе представить Дело в том, что Мы столкнулись С криминальной хроникой Жительница Кузбасса Устроила по ножовщину Потому что Ее муж не купил Крабовые палочки Для новогоднего салата Всем спасибо Мы переходим К традиционной рубрике Порошок-пирожок Но сегодня Уникальная ситуация Без Максима Да, при которой Не Максим зачитает А Боря Или Олег Поделитесь Я Поставим нашим инженерам За их труды Огромный плюс Компьютер создали Размером с Эльбрус Мне кажется Ты без выражения Прочитал, Борь Моя попытка Поставим нашим инженерам За их труды Огромный плюс Компьютер создали Размером С Эльбрус Спасибо большое Что были с нами Мы ждем ваши отзывы И оценки В Apple подкастах Подписывайтесь На нашу группу Вконтакте И на наш YouTube канал Присылайте нам Свои комментарии Обратную связь На mandaysobakabrainstorm.fm А также В любых местах Где можно комментировать Или отправлять нам Сообщения в директ Например В инстаграме At mandayfarsh Пока Производство Brainstorm.fm Редактор субтитров А.Семкин